Доступила осень. Это пора подготовки декоративных кустарников к зимовке. И мы с вами сегодня вспомним, а кто-то, может быть, и услышит впервые, как готовить и какие готовить декоративные кустарники в октябре к зимовке. Гортензия древовидная. Есть и другие виды гортензий, но мы о них говорить не будем, потому что для нас древовидная гортензия, как бы учебный материал, и наиболее показавший себя декоративно в условиях Самарской области кустарник. Обрезка гортензии осенью имеет массу преимуществ, обеспечивает обильное цветение, предотвращает поломку побегов, менее агрессивна для растения, чем весенняя чистка. Итак, мы с вами сейчас будем обрезать гортензию. Значит, высота обрезки 2-3 почки от поверхности почвы или 30-40 сантиметров. Перед зимовкой куст обрезается по такой схеме. Молодые саженцы не трогают 3-4 года. У них отсекают только соцветия. Гортензии древовидные образуют цветки на однолетних побегах. Соответственно, когда они отцветут, их можно удалить. На следующий год обрезанная ветка даст новые цветущие побеги. Обрезаем, чтобы вот эта прошлогодняя веточка не проснулись 2 почки боковых и дали крупные сильные побеги, которые и цвели в этом году. А если бы мы не обрезали, то старый побег необрезанный, оставшийся в высоте, у него почки проснулись, дали листочки и соцветий был бы диаметром с зефиринкой. Сил не хватило бы, потому что много очень вегетативной части. Это вот основной прием, чтобы добиться красоты гортензии. Старый куст омолаживают, срезают под пень до 10 сантиметров. При сильно разросшихся корнях несколько побегов все же оставляют для подпитки корневой системы. Древовидную гортензию омолаживают постепенно, на протяжении 3-4 лет. Эти черенки гортензии мы не выбрасываем. Будем использовать для укрыт, ну как укрывной материал, для роз, для винограда. А еще самое главное, мы эти черенки оставим до весны. То есть мы его оставим как посадочный материал, эти черенки. Легко и просто каждому на своем участке получить посадочный материал от своей собственной гортензии. Зеленые черенки не оставляем. Оставляем вот такой вот вызревший черенок. Он перезимует в бумаге, в холодильнике, или в погребе, или же на участке, но под снегом. А потом уже весной будем смотреть по состоянию черенка и оставлять 2-3 почки. Вот будем обрезать наискосок, чтобы давал хорошую корневую систему. А здесь прямо обрезаем, чтобы не было испарения лишнего. Вот такой вот черенок в песок, в почву, смесь песка и почвы. Ну то есть условия, которые сами вы выберете для себя приемлемые. Погружаем в январе, феврале, и весной у нас шикарный посадочный материал. Обрезанные побеги гортензии – это ценный укрывной материал. В эколого-биологическом центре их используют для розария и виноградника. Этому розарию уже порядка 20 лет. И наступило время готовить нашего кардинала к зимовке. Для этого мы проведем две обрезки. Розам сорта кардинал предстоит постричься и утеплиться на зиму в два этапа. Сначала обрезка. Специалист удаляет бутоны, молодые невызревшие побеги и вручную обрывает всю листву на высоте полуметра от земли. Срез делается под углом, чтобы стекала влага. Раны обеззараживаются хорошо известным средством – обычной зеленкой. Специалист отметил, что разные сорта роз готовятся к зиме по-своему. Например, плетистые розы, снимая с опоры, удаляются только невызревшие зеленые стебли. У парковых роз вообще обрезку осеннюю не проводим. И штамбовые розы мы обрезаем только в первый год жизни. То есть каждый сорт розы, конечно же, требует индивидуального подхода. Второй этап работы в розарии запланирован на конец октября. Розы укутывают теми самыми ветками гортензии, пряча королеву цветов внутри шалаша. Не укрываем ни опилками, ни рубероидом, потому что они просто сгниют у нас с вами. Можно будет использовать укрывной материал. Это можно, он дышит. Вместо веток гортензии подойдет разнообразный растительный материал. Ветки сосны, побеги винограда, верхушки других декоративных кустарников подкармливают розари по осени уже два десятка лет исключительно золой. Ее вносят под куст. Стебли здесь обрабатывают современными препаратами от грибковых заболеваний. Вот веточки, которые мы обрезали. И мы их выбрасывать не будем. Мы выберем лучшие для черенкования. Осенние черенкования тоже успешны. Выбираем молодые, одревесневшие, вызревшие черенки. И оставляем на каждом черенке по 3-4 почки. Мы оставляем раз, два, три. Вот такой вот череночек я оставлю. Он мне нравится. Уберу у него нижние листья, потому что я приготовила аквариумы для черенкования роз. И эти листовые плосиночки я тоже обрежу. И под углом 45 градусов черенок помещаю в песочно-почвенную смесь. Они мне дадут благополучно корни. В январе я высажу в горшочки, а весной они будут прекрасным посадочным материалом. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok